В последнее время, что деревья стали опасно падать, если вы видели события, последние новости. У меня такой вопрос, вы контролируете ситуацию, как вообще с сухими сухостоями, то есть сейчас подаются, допустим, заявления о том, что сухостой, сколько, какой период времени нужно ждать, допустим, человека, который обратился, и чтобы реально его использовать? Комиссия выезжает оперативно на такую вот заявку, складываются акты комиссийного обслуживания, в случае необходимости взносу заключается представление Державно-экологической инспекции, и формуется акт, согласно которому позволяются заявники вознесения... Просто просьба на это акцентировать внимание, потому что, ну, вы же видите, что происходит. И какое вообще количество заявлений, ну, я не говорю там в цифрах, ну, хотя бы процентном соотношении, о тех запросах, и, ну, что уже выполнено в этом плане. Ну, я понимаю, вам тяжело сейчас сказать, но что... У нас есть информация, мы на дому и додатково... У нас есть акты, 15-16 года еще не закрытые. А что нужно для того, чтобы ускорить этот процесс? То есть, если... То есть, акт, что много набрано, посоха стою, где надо обрезать деревья, где ветки подрезать. Ну, обрезать... Какое финансирование районной администрации по обрезке деревьев, там, либо удаление вот этих деревьев опасных, аварийных, там. Если нет финансирования, естественно, это никому не может делать. Шли по пути того, какому, что если человек согласен, там, сам обрезать ветки, там, если нет денег себе в бюджете, там, то, к сожалению, у нас люди начинают обрезать подкоре дерева. Близко-середньо по той ситуации, которая состоялась на сегодняшний день, мы сразу подписали наказ по департаменту, стосовно комиссийного обследования зеленого господарства в местах Скупчиня людей. Комиссия в составе с залучениями экологической инспекции уже начала свои выезды. Громадские места, парки, зоны, сквери, місця зупинки транспорта, громадского транспорта и так далее. По местам сейчас начала працювать. Також мы сразу прислали листа на администрации районов, стосовно от працювания своих питаний по своим закрепленным территориям на рахунок аварийности деревьев, для того, чтобы они хлопотали перед нами на комиссийное обследование их зелених состежений. В тот же день, когда сталася эта ситуация, эти наказы и листы будут. Продолжай. А за чей счет будет быть шкодуванием? Я тоже хотел бы это спросить, потому что есть уже решение судов. Вот я... О компенсации с администрацией, с партами тоже как-то. То есть мы тратим время, юристы ходят в суд, отстаивают интересы городского совета. То есть всячески сопротивляются компенсации. Более того, сейчас финансирования не хватает на то, чтобы это все делать? А сбытки должна ввести низко-радо. Ну подождите, а были жалобы на именно то дерево? Или оно входило в состав аварийных деревьев? Ну отвечает на это дерево. Не, неважно, есть форс-мажорное обстоятельство, торнадо в Америке сейчас прошло. Извините, это форс-мажор. Если говорить о том дереве, то то дерево было в 17-м году обследование, дерево было абсолютно здорово, а штурмовой ветер привел к тому, что дерево упало. Но решение суда есть, о том, что взыскать с органов местного совправления ущерб. Адвокаты наши присутствовали, но они не будут говорить о каких-то... Ну вы же юлист, вы же понимаете, что каждый случай отдельный. Если там дерево стоялось и имелось обращение, а потом оно упало, то логично, что мискорадо за свои надбались повыенно разрыховывать. Если стояло дерево, которое обследовали в 17-м году, и жалоб на него не поступало, а мы видим, что оно упало и внутри оно не сухое, а нормальное обычное дерево, то что нам переделать? То есть по проспекту у нас есть тополя сейчас растут. Вы предлагаете их все снять для того, чтобы спилить, для того, чтобы не было потом вопросов о падении... Не в этом делать. Все равно нас заставят сбытки оплатить. Да, я предлагаю не доводить эти вопросы до суда и компенсировать жителям города. Ну, тогда правильно, тогда надо снести все тополя. Нет, вопрос в другом. Вопрос только, чтобы развлечал, что 16-го года еще висят заявки. Что было предложение, они... В том-то дело, масса заявок, которые не выполнены, право, что деревья, которые... Аварина, давайте начнем. Тем заявкам надо отработать. Это отдельный вопрос, будет бум. И когда члены исполкома не сняли вопросов о увеличении финансирования, то члены исполкома, которые поддерживают районной администрации и получили финансирование на обрез матерей... Это, конечно, риски жизни, можно... Если прозвучало, что справочную эту ситуацию изложат, дадут члены исполкома, пожалуйста, и абзац один. Какое финансирование на этот год и какая сумма нужна? Получив эту информацию, ознакомившись, дадим рекомендации, может пересмотреть и... Залегать в союзных администрации. Я понял.